Салам алейкум, зрители телеканала Дикий. Сегодня Бухаре проходит грандиозное событие. Ежегодный фестиваль щелка и специи. И перед поездкой на рыбалку мы с моим другом Хафамоном решили немного прикупить восточных специй для приготовления вкусного блюда на берегу прекрасного водоема. Квайбек, давайте не упустим такую возможность. Посетим наш фестиваль, посмотрим на специи. Начнем наш длинный путь на озеро Тудакуль за поимкой змееголовок. Надеюсь, рыбалка у нас будет удачной. Поехали. Мухара – это место, которое являлось ключевым пунктом великого шелкового пути. Когда-то здесь проходили караваны, доставляющие шелки и специи из Китая в Европу. В лучах летнего солнца мы прогуляемся по старому городу и насладимся этим ярким фестивалем. Это путешествие откроет перед нами двери к миру восточной торговли. Фестиваль начинается в центре Бухары, и атмосфера восточной сказки начинается с феерического шествия. В красочном параде по центру города участвуют сотни гаража, национальных костюмов, артисты, танцоры, акробаты, а также музыканты, исполняющие национальные праздничные мелодии. Основная цель этого праздника – возрождение культурного наследия великого шелкового пути, а также демонстрация всего богатства и традиций местных ремесленников. Дальнейшим центром празднования становится Большой традиционный базар, где выставлены товары ручной работы, которые когда-то прославили Бухару на весь мир. Наряду с фарклорными выступлениями следует ярмарка золотошвейных изделий, орнаменты которой весьма богаты, а также ткани из настоящего шелка. Это имеет глубокий смысл, так как еще 2000 лет назад здесь проходил великий шелковый путь, основными товарами которого были шелковые ткани и восточные специи. Здесь гости могут купить изделие ручной работы, вокруг много яркого шелка, разные сувениры и платки из национальных тканей. Еще можно приобрести разные специи и приправы, которые точно не встретишь в магазине, какой же от них стоит аромат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стар daughtersúsica Додукzione Дложится в Палки purchase Субтитры создавал DimaTorzok Д��아서 в центре города звучит национальная музыка вокруг много девушек в ярких костюмов которые не упустили возможности нарядиться и покрасоваться своей одеждой и украшениями на листах у всех можно увидеть счастье и радость ведь этот праздник организовал сам народ узбекская кухня пожалуй одна из самых богатых на востоке здесь любят вкусно поесть и умеют вдохновенно готовить в рамках фестиваля прошел праздник плову плов это символ узбекской кухни это главная кулинарная жемчужина узбекистана а повара на этом празднике приготовили плов больших медных казанах они продемонстрировали разные способы приготовления этого вкуснейшего блюда ведь в каждом регионе узбекистана плов готовится по-разному вот он гостеприимный восточный дасархан глаз не оторвать от такой красоты и по традиции фестиваль завершается большим голоконцертом завораживающими танцами легендарным архитектурным комплексе по и колям где главным образом звучит узбекская фарклорная музыка день выдался захватывающий а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В простонародье этот канал называют двойником, так как из двух каналов вода соединяется в один Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вокруг только пустынный ландшафт Уже совсем близко до конечной цели нашего путешествия Субтитры создавал DimaTorzok Вскоре серебряные волны и голубизна озера выскакивает перед нашими глазами Вот оно, прекрасное озеро Тудаколь с чистейшей водой На берегу мы встретили пастуха, выгулившего свое стадо Узнали у него последние новости о рыбалке И затем приступили к разгрузке вещей и обустраиванию лагеря Накачав нашу лодку, подготовив снасти и подобрав нужные, на мой взгляд, приманки Мы приступили к моим кизмингаловам Ловля этого хищника Значительно отличается от ловли Других хищных рыб Это касается и проводки, приманки А также техника ловли И вот мы занимаем удобную позицию И начинаем нашу ловлю Заброс Затем другой Тишина Приходится немного перемещаться с этой точки Выбор места, различные приманки, рывковые проводки Все эти моменты делают рыбалку на спиннинг сумасшедшей, интересной и увлекательной Поиск места на большой территории добавляет драйв А пойманная рыба оставляет яркие воспоминания Что-то у вас лягушка тонет, у него вода по моему полному слову Я точно так думаю, мы сейчас поменяем ее Нет, вы просто выжмите, чтобы вода вышла изнутри А он еще вон, видишь? Верка вон Она ее вот так постоянно выжимает нога Озером Тудакуль называют водохранилище, расположенное к востоку от Бухары Его площадь равна 210 квадратных километров Тудакуль имеет вытянутую форму Средняя глубина этого водоема составляет 4,5 метра Небольшие глубины, интенсивно прогреваемые солнцем Обеспечили на Тудакуле бурное развитие водяной растительности Микроорганизмов и беспозвоночных животных В озере многочисленные рыбы Типичные для Средней Азии Змей голов, сазан, судак, лещ, сон и другие виды рыб В середине прошлого века Вся территория Тудакуля считалась заповедником И была охраняемой А сейчас это место является Основным источником рыбного промысла Сейчас с помощью вот этих баклажек Будем ставить поставушки Живец, правда, у нас умер Ну, думаю, змей Должен взять Так будем насаживать на крючок И сейчас найдем где-нибудь хорошее место В лунку красивую Среди тины И, я думаю, туда бросим Эти поставушки А вот здесь места есть хорошие Вот здесь как раз-таки и бросим Вот эти места Вот они Вот так Все Пускай стоит у нас крючок Вот так Змей подойдет Должен взять От этого уникального хищника Не знает чего и ожидать И тысячи раз были правы те Кто назвал рыбалку на змей головы охотой Ведь при его ловле Нужно подкрадываться Присматриваться Замирать И не двигаться Самая привлекательная приманка для змей головы Это лягушка Живец Или мертвая рыбка И так как рыбаки народ смешленый То и придумали как ловить этого монстра С самого сердца озера Набитого водорослями Это способ с помощью поставушек Живцом Спиннингом в таких зарослях ловить конечно можно Но этот метод ловли Выручал и приносил положительный результат не раз Будем надеяться Что и сегодня нам улыбнется удача О Сейчас 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 Пускай немножко заглотит А потом подсекем Думаю Хватит Вот он Вот он Есть 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 Вот он Змеюга Вот он Взял Хорошо За верхнюю пасть Взял Так взял Здесь По 100% не уйдет Опалей Все дома Одного взяли Вот он Змей Маленький Но удаленький Красавица Переяние какой красивый Плавники От головы до самого хвоста Единственная рыба у которой есть задний ход Это змей голова Который Очень очень редко попадает в сети Харамусану крупную змееголовку Ты поймал сколько килограмм Я здесь брал На 8 килограмм змееголовку Брала Тоже на лягушку Туда куле? Да, да Вот на этом же месте Но это было в июле месяце Чуть позже Сейчас еще рановато Травы еще мало В то время было больше воды Травы У меня поклевка Есть, да? Да, есть Это хорошо Есть, но что-то не крупная Не крупная? Да Смотри, смотри Смотри В траву везет Да, он сразу головой в траву входит Сразу Мы подсак с вами не взяли А вторая поклевка А подсак не взяли Сопротивляется Сопротивляется, да? Да, да, да Видно, как он в траве Туда-сюда ходит Вот Сейчас траву намотает на себе И успокоится Глаза заходятся О, траву намотал на себе Все, успокоился Смело может тащиться Да, да, вот он есть Вы ко мне поднесите Вот он, давай, возьми Я возьму пока Он сейчас в траве Вот 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 Вот, хорошо Ну, больше килограммчика, слушай Да Ну, небольшой, но Нормальный змей Сейчас Минутку Этот борщ так Сейчас Такой змей С почином, что ли? С почином Вот Первый Как лягушку захватил, смотрите Жадный Смотри, по раму, какой окрас Красивый, красивый, как змея, да? Голова, чисто змея, посмотри Чисто, на питона похож голова И окраска, как камуфляж, чечуя, как будто змея натуральная Красивая, бойкая Красивая, бойкая, да Кстати, он до 5 дней может жить без воды На суше И он может сползать с одного водоема на другой По суше спокойно Переползает Да, он переползает И он то, что вот покрыться слизью Да, да, это Слизь Как защита его, да? Да, это защищает И до 5 суток он может жить без воды Ну, красивая рыба, красивая Очень красивая И поклевки такие дерзкие Был бы покрупнее, я бы взял бы Давай его отпущу Вот что тоже Слушай, Карамон, какой способ эффективный, намного эффективнее, чтобы поймать змееголову? Ну, знаете, это зависит, во-первых, от водоема, от местности Если, например, есть тина Вы спиннингом В тинах бывают лунки красивые Да, да Вы спиннингом туда добросить не можете Я, например, на лодке заплываю Ставлю поставушки на живца Вот самый эффективный способ Это живец и поставушка Вот, 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 вот А ну-ка, давай, давай, родной Не уходи, не уходи Ну, пускай немножко Устанем Пускай, а ну-ка Тимус кинем Немножко Особое место А ну-ка, покажись Вот какой ты там Покажи ты себя Ой, нормально, нормально Здоровый змеюга Здоровый Вот он, какой красивый Мог, да Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой Не делай плохих вещей Не делай, не делай Выстрой рыбки не делай У нас поцака нет Хотя, прошу, молчи, змей Молчи, молчи, молчи Эпо- лей, наша Дома Взяли Красавца Вот такого красавца Будут сильно держать теперь Одного мы, к счастью Упустили Не к нашему счастью И к тому змей, который ушел пускай живет но этого взяли один есть слава богу вот такая у нас рыбалка на поста ушки подплыли к одной поста ушки что-то она дергается надеемся вот 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 еще надеемся что у нас здесь что-то есть вроде бы змей нормальненький не маленький а ю ю какой большой а подсадка у нас нету как назло подсака у нас нету а здесь борщ ой 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 взяли взяли хоть вот на этой поста ушки у нас вроде бы что то есть мы покрывали баклажку тиной тина упала стой стой дорогой стой стой только не порви если это змей то это отличный змей должен быть поклажка топит вроде бы нормально ну не сказать что большой а по крайней мере змей стой 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 не кипиши не кипиши дома приехали вот такой змеёныш маленький но змей вот сейчас выпрыгнусь о поклёвка есть есть прям возле камышей смотри вот идиот родима есть на лягушку ну где-то больше килограмма но небольшой он еще нормальный можно его отпустить конечно знаешь чем змееголов отличается от других рыбхарам у него кишечник идет по всему телу идет до хвоста разворачивается потом идет анальному отец это почему потому что побольше набить желудок пищи поэтому всегда он еще тот проглотушек да поэтому и кушает все то что щели такая слизь него гадко но рыба вкусная все равно в принципе результат хороший я думаю что рыбалка была удачной 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 удалось что будем прощаться с нашими зрителями всем удачи на водоемах до новых встреч на телеканале дикий а